Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня мы пришьем к изделию молнию, вернее, научимся пришивать красиво, ровно, легко и просто вот такую вот молнию к вязаному изделию. Я думаю, этот мастер-класс нужен будет абсолютно всем, девчонки, потому что молнию детские вещи, взрослые мужские вещи. Молния нам нужна, да? Поэтому учимся, как ее правильно пришить. Вернее, как ее легко пришить. Нужна мне молния-образец, игла. У меня же должном видео быть повод посмеяться, поэтому у меня вот такая вот игла. Скажите мне, пожалуйста, думаю, камера сфокусируется, для чего они существуют, вот такие вот иглы? Это что сшивать ними? В общем, я искала с ушком, чтобы мне пролезла вот эта вот нить. Вот, и чтобы игла пролезла в молнию. Вот, что мне важно было. То есть, ровно иглы у меня нет такой, чтобы острый был конец, не пластмассовая, соответственно, и большое ухо, чтобы продеть вот эту нить, которую я вязала. Значит, продеваем нить достаточно, с таким, с хорошим запасом. Отмеряем длину нити так, чтобы у нас было достаточно для прошивания вот этой молнии, плюс с обеих концов, чтобы были достаточные концы, чтобы потом закрепить это все дело, чтобы продеть иглу снова и закрепить. Так, первым делом, что я делаю по лицевой стороне, где молния, видите, по этой стороне, в середине вот этой вот, как бы, вот этой тесьмы, которая наша от молнии, где-то в половине. Значит, здесь мы оставляем эти 30 сантиметров, которые нам нужны, вот, а здесь, вот внимательно смотрим, здесь мы ориентируемся на наши кромочные. Как же нам определить расстояние между стежками? Значит, расстояние между стежками мы ориентируемся на кромочную петлю. Вот так вот я... У меня, к сожалению, фломастер старенький, не очень хорошо его видно. Вот таким вот образом я размечаю вот эту вот ширину стежков. То есть, наша задача, разметить вот эти вот кромочные петли на этой молнии, чтобы у нас молния не была не стянута, не растянута, вот, чтобы она красиво вот так вот смотрелась. Далее. Далее по вот этим вот разметкам мы делаем таким вот образом. Значит, в середину этой ленты, и вот она разметка, если вы не видите, вот она. Я, чуть-чуть не доходя, буквально миллиметр от разметки, делаю стежок, и здесь же, возвращаясь, вот этот миллиметр, мне нужен для возвращения. Вот он. Видите? Здесь можно сделать узел. Нам, по сути, потом понадобится, так что пусть здесь будет узел. Так, есть. Ну и далее то же самое. Следующая разметка. И близенько вот здесь вот, рядышком возвращаемся. Здесь вот у нас получатся вот такие маленькие штучки. Потом-то можно, если вы захотите закрыть эти штучки с изнанки, чтобы совсем уж было красиво. Напишите мне в комментариях, я потом сниму видео, как закрыть эту молнию тесьмой. Ну, я думаю, в принципе, это и понятно, но есть разные уровни, девчонки, поэтому... Вот таким вот образом я прошиваю до конца молнии. И с другой стороны точно так же. Ну, я здесь вам буду показывать только... Теперь учитываем, что наши углы нам нужно будет завернуть. Если вы зачищать, будете подшивать ленточкой, то заворачиваем мы их на вот эту сторону. То есть здесь мы рассчитываем как бы последний стежок. Вот он, да? За который мы будем хватать. Снимаем этот загиб не до конца. Здесь. Так. Речь отсюда. В конце то же самое. Рассчитываем на загиб. Вот он, первый стежок. Да? Вот, понятно. Теперь. А, что еще? Здесь я тоже делаю узелок. Так, есть. Что еще хотела сказать? Да, если мы здесь будем пришивать ленту, то заворачиваем на изнаночную сторону лентой мы этот уголочек спрячем. Вот. Если же не будем, то заворачиваем на лицевую сторону. Вот таким вот образом. А здесь у нас получится вот такой вот красивый как бы сгиб. И все. Вот эту часть мы потом подрежем. И все. Ее не будет. Я буду делать как бы открытый. Заворачивать буду на лицевую сторону. По кромке. Что ж такое? А, думаю, да что ж она у меня такая странная кромка, девчонки. А я-то обвязала крючком. Вот поэтому у меня странная. Ну да ладно. Вот. У вас будет кромка. Значит, начинаем мы вязать снизу эту цепочку. Независимо от того, где вы находитесь. Вернее, где у вас будет молния. Значит. Так вот. Петлю продеваю. Потом следующую. Нить оставляю. Далее я ее просто продену. Крючком зафиксирую. Здесь мы вяжем вот сколько у нас будет разрез. Если разреза не будет, вот в кромочные петли, если не будет разреза, то начинаем с самого начала. Когда мы подходим к молнии, мы начинаем наше вязание таким вот образом. Значит. Сначала продеваем сюда, в основное вязание, крючок. Потом в эту петлю. В этот стежок, который мы сделали пинклой. И вот таким вот образом. Сначала вязание. Далее. В стежок. Вязание. В стежок. Вот так. Продолжаем. Мы привязываем наше вязание к молнии. Крючок должен быть тоньше, чтобы он хорошо входил в эти. В стежочке. Вот так вот красиво у нас получается. Это он получается, этот стежок еще и как дополнительная бейка, что очень красиво смотрится. Таким вот образом еще до конца нашей молнии. Вот таким вот образом мы доходим до конца. Здесь. Либо. Идем дальше. Либо. Заканчиваем. Если у нас притык. Я далее не буду продолжать. Это не имеет смысла. Да. То есть в зависимости от детали. Либо у вас здесь уже конец детали. Либо у вас начало детали. Вот. Таким вот образом. Теперь что мы делаем с этими хвостами. Вот здесь желательно развязать вот этот узел, который у нас, чтобы он нам не делал лишних уплотнений. Но не обязательно. Желательно. Сейчас я попробую. Может у меня не получится, да я его и оставлю. Так. У меня впечатление, девчоночки, что я его просто оставлю. Ладно. Кто смог, тот развязал. Так. А теперь то, что я говорила. Заворачиваю я наизнанку. Вот. И теперь мне нужно зафиксировать вот эту вот часть. Этот уголок. Да. Здесь будет несколько стежков. Да. Их можно сделать другой нитью. Можно взять коричневую нить в тон молнии. И зафиксировать ею. То есть это уже на ваш выбор. Но вот эту нить в любом случае нам нужно куда-то. Девать. Правильно? Так. Этот мне не нужен. Вот. Я это сделала. Ну конечно здесь попотеть немного придется. Зато потом красиво, девчонки. Ничего не скажешь. Вот. Ну и узел, соответственно. Так. Если у вас лента, то вам этих манипуляций делать не надо. Вам все спрячет лента. Вот. Либо сделать это все дело не этой нитью. Эту так вот узелок оставить. Это тоже как вариант. Узелок здесь в этом случае обязательно. И отворачиваем либо сюда. Если уже вы будете шить в том, как бы, самой молнии, то тогда вы можете отвернуть и сюда, на лицевую сторону. И вот зафиксировать этот уголок. Это обязательно. Либо наизнанку. И тоже зафиксировать. И пришить нитками в тон молнии. А если у вас все в одном тоне, то вообще есть еще проще. Если у вас молния подходит под само изделие, то вы берете швейную ниточку и вот здесь вот уголочек аккуратненько зашиваете. Вот. И по итогу у нас получается вот такая вот красивая молния. Вот смотрите. Она очень классно выглядит. Здесь образуется дополнительный такой, как бы, кант. Очень красивый. Как элемент, как дополнение, как элемент вот этой вот планки. Таким вот образом у вас будет пришита молния. Соответственно, будут обработаны вот эти вот концы. И все будет очень красиво. Вы знаете, пока вам рассказывала, очень захотелось что-то связать на молнии. Если у вас есть идеи, присылайте мне, пожалуйста. Мне прям хочется чего-то такого сотворить на молнии. Все, девчонки. На сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.